Приветствую, друзья! С вами канал Вестник Бури. Меня часто спрашивают, вот зачем ты так много времени уделяешь разбору исторических мифов? Не проще ли оставить прошлое в прошлом? Но дело в том, что исторические мифы – это зачастую проблема не прошлого, а настоящего и даже будущего. Исторические мифы используются для подавления политических конкурентов, для удержания политической власти, обмана целых народов и давления на целые государства. Сегодня у нас на очереди именно такого рода мифы, связанные с так называемым «голодомором» 1932-1933 годов. Голод, охвативший в начале 30-х годов территорию Украины, Поволжья и Казахстана, стал в последние десятилетия для некоторых ныне уже суверенных государств частью официальной идеологии. Завучиваются невероятные цифры жертв. Произносятся пафосные речи о геноциде, который устроил Сталин, коммунисты, русские. Как говорится, нужно подчеркнуть. Трагедии настолько великой, что человечество еще не придумало слов, чтобы описать эту боль, которую пережили украинцы. Сегодня мы с вами чтим память жертв Голодомора, преступления, геноцида, который устроил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, Народа Украины. Их приводит сюда желание чтить погибших и напомнить миру про одно из самых больших преступлений 20-го века, про Голодомор, устроенный Кремлем. Склоняюсь перед каждым, кто совершил личный поступок, чтобы вернуть правду про Голодомор и геноцид наших невинных братьев и сестер. Чувствую глубокую благодарность перед народами, которые солидарны с нами в памяти про трагедию и в оценке геноцида. Правда про Голодомор, геноцид продолжает распространяться по миру, и нет ни единой злостной попытки, способной встать на ее пути. Сенат Соединенных Штатов сегодня признал Голодомор 1932-1933 года геноцидом украинского народа. Соответствующую двухпартийную резолюцию приняли единогласно. В документ, в частности, включили выводы специальной правительственной комиссии США. Осудили в резолюции также нарушение прав украинцев советским правительством. Я уверен, что тот геноцид, который был организован и осуществлен советским режимом против украинского народа, сегодня на это была надлежащая реакция наших партнеров в Соединенных Штатах, что является свидетельством стратегического партнерства между Украиной и США, которое очень укрепилось за последние четыре года. Я очень надеюсь, что примеру США последуют и другие страны. С 1998 года в четвертую субботу ноября Украина отмечает День памяти жертв Голодомора. Создаются весьма своеобразные документальные фильмы на эту тему. О них мы еще поговорим. Открываются выставки. Например, в 2009, в тогда еще украинском Севастополе, открылась экспозиция, посвященная Голодомору и организованная службой безопасности Украины. Чтобы вы понимали всю серьезность ситуации, замечу следующее. На одном из стендов под надписью «Украинский Холокост» четыре из шести представленных фотографий были сделаны, как выяснилось, в США во время Великой Депрессии, а еще две во время голода в Поволжье в 1922 году. И ладно мы на наших ютубах, но официальная научная выставка. Как такое могли допустить? Казахстан в этом плане, конечно, немножко отстает от незалежной. Но и тут президенты и местные националисты порой дают жару. Нурсултан Назарбаев. Бывший президент Казахстана. Ни одна страна в мире, ни один народ не испытывал на своей стране такой злом в демографической ситуации и не стоял перед пропастью полного исчезновения, как Казахстан. Мы выжили, смогли сплотиться как нация. Мы не ожесточились, не озлобились. Никогда никого не обвиняли в превратностях жестокой трагедии 20 века. Мы выстояли, помогли всем невинным жертвам сталинизма. А вот что говорит об этом новый президент Касым Жамарт Такаев. В годы коллективизации Казахстан, если говорить о пропорциональном соотношении умерших во время голода, казахи пострадали больше всех. По самым скромным подсчетам, два с половиной миллиона человек погибло. В то время. Из какого общего числа населения? Из пяти. А вот и Аким одной из крупных областей приравнивает голодомор к геноциду евреев. Не отстают в мифотворчестве на почве голода 30-х годов и разного рода националистические и либеральные силы Казахстана. Вот Десым Хан Сатпаев снимает чудесный фильм, в котором рассказывает офигительные истории о гибели половины населения Казахстана. Если говорить в целом, то тема голодомора проникает и в массовую культуру на международном уровне, проскакивая, например, в трэшовом, но вызвавшем у многих восторг сериале «Чернобыль» от HBO. Ну что же, по многочисленным просьбам подписчиков пришло время распутать это дельце. Поехали. Если вы не смотрели наше недавнее видео про колхозы и коллективизацию, обязательно посмотрите, чтобы наиболее полно понять обстановку в СССР в начале 30-х годов. Ссылки будут на экране и в описании. Если же вы смотрели, то идем дальше разбираться с голодомором. Начать разбор ситуации, наверное, стоит с мысли, которую я уже озвучивал прежде. Для нас это диковато, но еще в первой половине 20-го века жителей Российской империи, а затем и Советского Союза, голодом было не удивить. Еще в 1842 году даже царское правительство вынуждено было констатировать, что голод повторяется каждые 6-7 лет. Причем с течением времени ситуация менялась в худшую сторону, поскольку в 19-м веке уже четко проявилась проблема аграрного кризиса, недостатка земли у крестьян. Если говорить о конце 19-го, начале 20-го веков, то голодными были 1873-й, 1874-й, 1891-й, 1896-й, 1898-й, 1901-й, 1902-й, 1906-й, 1907-й и 1911-й, 1912-й года. При советской власти из-за неурожая и разрушительных последствий гражданской войны начался голод 1921-1922 годов. И, наконец, в 1932-33 годах произошел еще один масштабный голод. Отрицать голод 1932-33 годов просто глупо. Как мы увидим дальше, об этом свидетельствуют и статистика, и докладные записки должностных лиц, и сводки о ГПУ и так далее, и так далее. Вопрос лишь в том, что многие антисоветски настроенные личности и политические силы пытаются заявить о том, что голод 1932-1933 годов не был обычным голодом. Он был искусственно создан большевиками. По злому умыслу или по глупости. А масштабы его были просто небывалыми. О причинах разговор долгий, и мы обратимся к нему чуть позже. Давайте сначала разберемся с цифрами и масштабами. Мы уже видели, что в Казахстане педалируется мысль о смерти 50% населения от голодомора. Отдельные, особо ушлые, доводят эту цифру до 75-80%, а то и больше. Вот, например, материал от одного казахского националиста, заявляющего, что от голода и действий большевиков умерло 4,5 миллиона казахов. При том, что количество казахов на 1926 год составляло 3 миллиона 968 тысяч 289 человек. Видимо, это первый в мировой истории случай с минусовой численностью населения отдельного этноса. А вот что глаголит, вне сомнения, эксперт по теме, жена экс-президента Украины Катерина Ющенко. Большинство ученых утверждает, что во время голодомора погибло более 7,5 миллионов человек. Некоторые исследователи считают, что в действительности во время голодомора в Украине погибло более 10 миллионов. Но все сходятся в одном. Во время преступления 1930-х годов было убито несколько миллионов человек. Ну, вы понимаете, на Украине в начале 30-х годов проживал 31 миллион человек. 10 миллионов из них убили большевики с помощью голода. Да столько даже евреев в Холокост не полегло. Впрочем, до бедствий казахов, которые вообще ушли в минус, ни те, ни другие, конечно, не дотягивают. 20 ноября 2008 года Фонд памяти жертв коммунизма наградил госпожу Ющенко медалью свободы Трумэна Рейгана за вклад в распространение правды о голодоморе и других преступлениях коммунизма. Президент фонда Ли Эдвардс отметил многолетнюю работу госпожи Ющенко, посвященную распространению правдивой информации о преступлениях коммунистического режима, прежде всего о голоде-геноциде в Украине 1932-1933 годов. Украинские и казахские документалки по голодомору тоже находятся в этом тренде. Называются невероятные цифры, при этом доказательства просто железобетонные. Страшный город был, детки. Не дай бог такого, никогда такого голода. За три месяца в нашей деревне 2000 людей вымерло за три месяца. Что за деревня? Откуда такие данные? Подтверждаются ли они документально? Это же уже никого не заботит. Я бы тоже мог позвать какую-нибудь старушку и попросить ее сказать что-то такое. Я сама видела, как Сталин воскрешал людей. Только в моей деревне он воскресил 2000 человек за три месяца. Когда власти Украины подключили таки социологов, то картина по предполагаемым жертвам голодомора очень серьезно изменилась. Сотрудники Института демографии и социальных исследований Национальной Академии Наук Украины даже в угоду политической конъюнктуре насчитали 3,5 миллиона погибших украинцев. Но, как мы увидим сейчас, и это далеко от истины. Следите за цифрами. Согласно статистическому справочнику СССР за 1928 год, население Украины составляло 29 миллионов человек. Приблизительный прирост населения 500 тысяч в год. Составив простую пропорцию, мы без труда оценим численность населения республики в интересующий нас период. 31 миллион человек. А также самых крупных национальных групп. Это украинцы 23 миллиона, русские 3 миллиона, евреи 1,7 миллиона, поляки полмиллиона, немцы 430 тысяч, молдаване 310 тысяч, греки 115 тысяч и болгары 100 тысяч. Теперь давайте посмотрим на статистические данные порождаемости и смертности на Украине. Из таблицы видно, что обычная для этих мест смертность составляла 500 с лишним тысяч человек в год. В 1932 году показатель вырос до 668 тысяч, а в 1933 до 1 миллиона 850 тысяч. То есть даже по этим данным мы видим, что 3,5 миллиона жертв вы не наберете ну вообще никак. Просто потому, что за два года по всевозможным причинам на Украине умерло 2,5 миллиона человек. И это примерно на полтора миллиона человек больше, чем обычно. И, казалось бы, вот оно. Мы вычислили их. Полтора миллиона украинцев умерли от голода. Но как бы не так. Ситуация выходит более запутанной. Как говорится, беда не приходит одна. Дело в том, что в 1933 году Советский Союз переживает эпидемии тропической малярии, тифа, а в южных районах страны начинаются болезни растений. Хлеб поражен ржавчиной и плесневыми грибами. Из докладной записки Днепропетровского областного отдела ГПУ председателю ГПУ СССР Болицкому. 5 марта 1933 год. По Нововасильевскому району высокая смертность относится в значительной мере к массовым заболеваниям тропической малярией, которая приняла характер массовой эпидемии с большим количеством смертельных исходов. Количество инфицированных малярией по СССР составляло 6 282 586 человек. Тифом только по Украине заразилось более 200 тысяч человек. Что касается плесневых грибов на хлебе, то многие не в курсе, но именно они содержат микотоксины, вещества, которые приводят к заболеванию микотоксикозу. Одним из его проявлений является, например, жесткий отек, который некоторые очевидцы путали с голодным опуханием. То есть всплеск смертности на Украине и в Казахстане был связан с рядом факторов, о части из которых мы уже сказали. И выявить, сколько народу умерло конкретно от голода, а сколько по иным причинам, не всегда просто. Очевидно лишь то, что жертв голода среди украинского населения гораздо меньше, чем та избыточная смертность в полтора миллиона человек. Потому что, повторюсь, были и иные серьезные причины для всплеска смертности. С Казахстаном все выходит еще интереснее. Во-первых, конечно, никаких 4,5 миллионов потерь там не было. Та же статистика показывает действительно убыль населения в полтора миллиона человек. Но причины тут отчасти в указанных эпидемиях, засухе, а отчасти в том, что значительную часть местного населения составляли кочевники. Когда начались неурожаи, болезни и, что уж там говорить, недовольство коллективизацией, более миллиона казахов просто взяли и откочевали в другие места, в том числе на территорию Китая. Примечательно, что число умерших за этот период гораздо больше среди откочевавших, нежели среди оставшихся. Почему? Да просто потому, что им сложнее было оказать помощь. Турар Рыскулов, заместитель председателя СНК РСФСР, казах по национальности докладывал. Весной 1931 года казахи родов Табын и Айдай, спасаясь от коллективизации и мяса заготовок, начали массовую откочевку в Туркмению, Королкопакию и на Кавказ. Попытки остановить откочевку казахов вызвали вооруженное восстание. Всего в 1931-1932 годах из Казахстана откочевало 1 миллион 30 тысяч человек. Более того, по разным оценкам, от 414 до 540 тысяч откочевавших казахов в дальнейшем вернулись обратно. Вот мы и получаем в итоге, что да, голод был. И да, были жертвы этого голода. Но речь идет не о миллионах и не о десятках миллионов человек, а скорее о сотнях тысяч. Значительная же часть убыли населения спровоцирована рядом других факторов. Тифом, микотоксикозами и так далее, и так далее. Но что уж там говорить, сотни тысяч умерших и еще большее число пострадавших от голода, это тоже огромные цифры. Как же так получилось? Если верить казахским и украинским националистам и представителям их правящих элит, то выходит примерно такая ситуация. Чертовы большевики просто решили с помощью голода то ли уничтожить, то ли окончательно подчинить себе непокорные народы. Ющенко, бывший президент Украины. Целью Голодомора было обескровить Украину, подорвать ее силы и таким образом устранить возможность восстановления украинской государственности. Примерно то же мнение высказывает в одной адской украинской документалочке эксперт в вышиванке. Если не задушить эту Украину, то национальное сознание там уже настолько поднимается, что потом российская власть ничего не сможет сделать, она не сможет удержать Украину, так сказать, под своей властью. Поэтому решили, вот так сказать, четвертовать все население, убить значительную часть, ну и ослабить национальный организм, чтобы он был не в состоянии восстать за самостоятельность. И тут ты такой думаешь, вот сейчас какие-то секретные документики подъедут, ну там приказы, ну или хотя бы какие-то высказывания, свидетельства. Но нет, никаких доказательств мы не увидим. Это же просто эксперт, и ему нужно просто верить. Просто верить? И все? Просто верить. Этого вполне достаточно. Вообще версия относительно того, что то ли русские, то ли большевики решили погубить украинский народ, чтобы подорвать его силы, выглядит довольно комично. Во-первых, потому что практически все руководство Украины было украинским. Председатель Центрального исполнительного комитета Украины СССР украинец Петровский. Генеральный секретарь ЦК КПБ Украины поляк Кассиор. Секретарь ЦК Украинец Любченко. Евреи Хатаевич и Литвин. Русский Постышев. Председатель Совета народных комиссаров Украинской СССР украинец Чубарь. Заместитель председателя СНК и председатель Госплана СССР украинец Скрипкин. Председатель ГПУ Украины Балицкий. Председатель ЦК КПБ Украины. Нарком рабочей крестьянской инспекции украинец Затонский. Генеральный прокурор и нарком юстиции УССР украинец Михалик. В Казахстане, к слову, главу местного правительства звали Ураз Джанзакович Исаев. Тоже, как вы понимаете, такой русский, что куда деваться. Но черт с ним. Может быть это просто неправильные украинцы или неправильные казахи, инфицированные вирусом большевизма и целенаправленно уничтожавшие своих же. Но дело в том, что Украина уже тогда была многонациональной республикой. И чертовы большевики зачем-то уничтожали не только украинцев. Более того, от голода больше всего пострадали молдаване. Умерло где-то 5,3% от их числа. И болгары, они понесли аж 7,7% потерь. Блин, а болгар-то за что? Или Сталин предвидел рождение Филиппа Киркорова и решил это как-то предотвратить? И вы не находите, что если большевики вот хотели прям изничтожить, обескровить украинцев, то как-то слабовато по итогу-то вдарили. Ну реально, какой-нибудь тиф, малярии или микотоксикозы забрали больше жизни, чем голод. Ох уж эти глупые большевики. Даже геноцид толком организовать не могут. Но самое смешное в другом. Советское руководство в конце 20-х, начале 30-х годов вбухивало огромные деньги в социалку и здравоохранение Украины. Посмотрите на данные. Буквально год от года растет количество больничных коек, растет количество яслей, растет количество школ и учителей в них. Наверное, именно так стоит действовать, когда хочешь уничтожить какой-то народ. В общем, версия геноцида не выдерживает никакой критики. Но почему же тогда произошел голод? Во-первых, как я уже сказал, это ржавчина, поразившая хлеба. Причем эта беда коснулась отнюдь ни одного Советского Союза. Во-вторых, это засуха в одних районах и напротив проливные дожди в других. И засуха, к слову, тоже коснулась отнюдь не только территории Советского Союза. Как мы знаем, во время описываемых событий Западная Украина входила не в состав СССР, а в состав Польши. Вот что сообщает польская газета «Новый час». На Гуцульщине число голодающих хозяйств в 1932 году достигло 88,6%. Собственность польских помещиков в эти годы достигла 37% в Станиславском воеводстве, 49% на Полесье. На помещичек-землях даже в неурожайные годы крестьяне работали за 16-й или 18-й сноб. В марте голодало полностью около 40 сел Касивского, 12 сел Надвернянского и 10 Коломойского уездов. Люди повально пухнут с голоду и умирают на ходу. Вместе с голодом быстро распространились брюшной тиф и туберкулез. Вторит и выходившая в США газета украинские шаденни Вистия. Выясняются все новые и новые подробности о голоде, который охватил десятки сел горной части Западной Украины Гуцульщину. По сельским домам лежат целые семьи, которые опухли от голода. От села к селу ходят толпы замерзших, голодных гуцулов, которые просят хлеба и картофеля. От пятнистого тифа умирает молодежь и старики. Семья Миколы из-под Львова вся померла в голодомор. А то, что это было в Польше, так это хитрость коммуняк. Не лучше дела обстояли и в Румынии, и принадлежавшей ей Молдавии. 7 ноября 1932 год. Газета Демианит сообщила. Голодные бунты в Кишиневе не прекращаются. В ноябре на 100% повышены цены на хлеб, тем не менее он исчез из рынка. Толпа в несколько сот человек штурмовала пекарни. Ее разгоняла полиция. Есть раненые. В Текеншите пораженные больные сбежали из больницы, поскольку им неделю не давали пищу. Они голодным походом пошли на Бухарест, против них выслали отряды жандармерии. Просто чтобы вы понимали климатическую ситуацию в 1932 году, вот, например, Михаил Пришвин пишет. 8 августа, 1932 год. Стоит жара. Леса горят везде. В Москве не продохнуть. 10 августа. Огромные лесные пожары. Запрет охоты. И это центральная Россия. Южнее ситуация была еще хуже, о чем сообщают также и сводки с мест. Поэтому возгласы историков вроде Кондрашина о том, что нормальная была погода и нормальные урожаи, выглядит как минимум странно. Голод из-за проблем с урожаями накрыл помимо Советского Союза значительную часть Восточной Европы. Но об этом вспоминать как-то неудобно, потому что тогда не получится обвинить большевиков во всех смертных грехах. Но именно серьезное, международных масштабов снижения урожаев и их гибель стало важнейшим из факторов голода. Важнейшим, но не единственным. Если вы посмотрели уже наш ролик про колхозы, то наверняка обратили внимание на то, что на политику сплошной коллективизации крестьяне ответили в 1929-31 годах массовым забоем скота. Действовали по принципу «так не достанься же ты никому». На экране вы видите график, на котором отражено падение поголовья скота. Но в результате крестьяне сами попилили сук, на котором сидели. Вскоре после забоев обнаружился дефицит и мясного мяса, предназначенного в пищу, и скота тяглого для работы в поле. В результате дополнительные проблемы с распашкой и с пищей. В результате еще один из факторов для масштабного голода. Еще одной причиной стала расхлябанность сельского хозяйства. Это к середине-концу 30-х годов в колхозной системе будет наведен порядок. А вот в начале 30-х в деревнях был просто хаос. Колхозы заключали через различные организации контракты с государством, где обозначался план заготовок. Государство же выдавало аванс. Но авансы часто разворовывались, некоторые колхозы условия договоров выполнить не могли. Во многих местах царило вопиющее раздолбайство, а то и организованное воровство колхозного хлеба колхозниками же и открытое вредительство кулачества. Здесь лучшим источником послужат сводки о ГПУ. В Чижевском колхозе бывший волосной старшина Орлов и сын бывшего фабриканта Бабылев заведуют хозяйством колхоза, загнали колхозную лошадь, вывели из строя повозку. Сельхоз машины находится под открытым небом, ржавеют и портятся. В колхозе имени 12-й годовщины октября скошено сено. Около 200 вазов осталось на лугу. В рядах 600 вазов совершенно не скошено. Обмолоченный хлеб 1500 пудов. Был сыпан влажным, начал гореть. В результате срыва уборочной кампании убытки колхоза возрождения СВК достигают 50 тысяч рублей. Пропала в траве 200 гектаров проса, 50 гектаров конопли, 20 гектаров овса, 11 гектаров вики, 50 гектаров гречи. Всеми хозяйственными делами руководит группа чуждого элемента во главе с членом правления СР Масленниковым. Историк Кондрашин пишет о том, что до 30% зерна было утеряно в ходе уборочных работ 1932 года. В Березовке ежедневно 50 колхозников, ведя с уборки, захватывают собой по большому снопу. Похищенный хлеб размалывается на специально устроенных ручных мельницах, которых за последние дни изъято 8 штук. Для устройства этих мельниц в ряде случаев воруются шестеренки от жнеек, выводя их из строя. В ночь на 13 июля колхозник-активист Франк Андрей Богданович и председатель колхоза Кузнецов с целью обнаружения хищения хлеба направились в поле для окарауливания. На следующий день Франк Андрей Богданович был найден убитым. В ночь на 27 июля активист, член сельсовета Осин Александр Осипович выехал в поле с целью осмотреть свой участок, так как являлся бригадиром, где захватил граждан за обмолотом колхозного хлеба. Осин с целью предупреждения произвел выстрел вверх. В ответ неизвестный выстрелил в Осина, ранив последнего в область живота. Занимавшиеся хищением установлены и являются колхозниками из села Урица. Только за две недели с 1 по 15 октября по Киевской, Винницкой и Харьковской областям УССР было заведено 697 следственных дел по хищению хлеба. По 25 районам одной лишь Днепропетровской области за хищение и разбазаривание хлеба заведено уголовных дел на 2234 человека, из которых 1669 человек привлечено к судебной ответственности. К ноябрю только по 34 районам одной лишь Харьковской области за кражу и растрату хлеба возбуждено 854 дела. А теперь догадайтесь, почему был введен так называемый закон о трех колосках, вводивший суровые уголовные наказания за хищение колхозной собственности? Наверное, из-за кровожадности советской власти. И меня вот поражает. Вот ноют украинские власти о голодоморе, клемят проклятую советскую власть. Но почему не клемят крестьян, которые забивали скот? Что, нельзя было предположить, что через год будет нечего есть и не на чем пахать? Почему они не порицают раздолбаев, воров, грабителей, самих же украинцев, которые убивали и разворовывали урожай и ввели регион к голоду? Естественно, в ответ последовали жесткие правоохранительные меры. У крестьян и недоздавших колхозов начали выколачивать зерно. Причем выколачивали жестокими, подчас незаконными методами. Об этом мы тоже говорили в материале про колхозы. Еще одним важным фактором стало повышение уборочных планов в 1932 году по запросу Наркома снабжения Микояна. Стране нужно было как можно больше сбыть зерна за рубеж, чтобы закупить как можно больше оборудования для заводов. Собственно, об этом мы подробнее говорили в выпуске про коллективизацию. Наконец, финальным аккордом этой трагедии стала позиция местных властей. Это касается и Украины, и Казахстана. Даже когда в республиках начали возникать проблемы, местные партийные руководители рапортовали об успехах. Первый секретарь Козрайкома Филипп Голощокин сделал все, чтобы скрыть начавшийся голод от московских властей. Кассиор на Украине сработал немного иначе, попросив и получив дополнительное зерно от Москвы, но тревогу не бил. В общем-то, если бы они сработали иначе, части жертв, возможно, избежали бы. То есть у нас есть целый комплекс взаимосвязанных и порой переплетающихся причин голода 1932-1933 годов. Поражение хлебов ржавчиной и грибками, засуха и неурожай, эпидемии малярии и тифа, массовый забой скота на фоне коллективизации, бесхозяйственность и воровство, повышение государственных планов по изъятию зерна, недостаточная реакция со стороны местных властей и так далее. Причем по отдельности все это не привело бы к такой трагедии. Но накладываясь одно на другое, эти факторы создали кумулятивный эффект. Тот же тиф и малярия распространились быстрее на фоне недоедания или плохого качества пищи, приводя к еще большему выбыванию рабочей силы и все большему голоду. Отравления микотоксинами также били по трудовым ресурсам и приводили к смертям и к большему голоду. И так далее, так далее. Но шило в мешке не утаишь. Упомянутый ранее Урас Исаев докладывает Сталину о происходящем в Казахстане. По линии ОГПУ также в Москву стекаются кошмарные известия. Из докладной записки начальника Днепропетровского облтодела ГПУ 5 марта 1933 год. Рядом специальных сообщений мы сигнализировали об увеличивающихся случаях опухания и смерти на почве голода, проверенных и документально подтвержденных врачебными осмотрами, каковые были организованы райаппаратами ГПУ под видом выявления эпидемических заболеваний. В настоящее время нами проводится работа по определению точных размеров голода. По предварительным итогам этой работы выясняется не же следующее. Всего по данным 35 районов, где райаппаратами ГПУ проверка в основном проведена, поражено 336 сельсоветов, голодают 6436 семей. В них 16211 человек имеют на почве голода признаки опухания. 1700 человек умерло от голода, а по Ново-Васильевскому району от болезней, вызванных голоданием. Смерть от голода подтверждается в отдельных случаях актами медицинского вскрытия трупов. Для Украины характерно то, что не все населенные пункты вот прям повально голодали. Нет, были колхозы, в которых работа была налажена должным образом, где не разбазаривалась общественная собственность, и несмотря на неурожаи, они поддерживали достаточный уровень жизни. Но такое было далеко не везде. Ну и что же сделала в этой ситуации советская власть в Москве? Может быть, плюнуло на этих там казахов, украинцев? Ну, так-то зерно надо было в Европу на продажу отправлять? Тут же были прекращены перевозки зерна за рубеж. Именно поэтому продажа нашего зерна за 1933 год крайне низки. Более того, Советский Союз начал закупать зерно у Персии, чтобы помочь Украине по Волжью и Казахстану. Местные органы также предпринимали все усилия для разрешения ситуации. Из протокола заседания Бюро Киевского обкома КПБУ 27 февраля 1933 год. Обязать все РПК-254 приступить к немедленной ликвидации очагов крайнего истощения среди колхозников и единоличников на почве острого недоедания с тем, чтобы до 5 марта ликвидировать все случаи опухания и поднять на ноги всех, пришедших в полную нетрудоспособность от истощения. Для этого всех опухших и находящихся от истощения в лежачем положении как детей, так и взрослых в течение 48 часов определить в специально предназначенные и приспособленные помещения, организовать для них питание на срок, необходимый для ликвидации болезненного состояния организма, не допуская ни в коем случае оставления их на дому в таком состоянии. В пораженных селах считать обязательной организацию горячих завтраков в школах с прикреплением к школам всех детей дошкольного возраста, находящихся в состоянии истощения, организовав для них специальные питательные пункты. Ввиду наличия фактов острого недоедания среди колхозников, имевших много трудодней, вследствие злоупотребления в колхозах при распределении натуральной части или многосемейности, считать необходимым помощь таким семьям оказывать из колхозов, причем эти лица в каждом отдельном случае определяются постановлением правления колхоза. Лицам, находившимся в состоянии крайнего истощения и приведенным в работоспособное состояние, предоставлять работу в колхозах, совхозах, леспромзонах, оказав им соответствующую помощь авансам. Обязать РПК организовать для указанных целей специальные фонды. Предложить РПК немедленно сообщить обкому количество сел, где будет организована эта помощь, количество людей, которым необходимо оказать помощь, наличие ресурсов из средств района и колхозов, которые нужны и могут быть ассигнированы на эти цели. 18 ноября 1933 год. Постановление ЦК ВКПБ и СНК СССР о семейной и продовольственной помощи колхозам и совхозам Украины. Для оказания продовольственной помощи нуждающимся колхозникам, сельскому активу, а также для рабочих совхозов, МТС и ММТ отпустить 2300 пудов зерна, ржи и кукурузы на время полевых работ с расчетом их завоза до распутицы. Утвердить следующее распределение протсуды для колхозов по отдельным областям Украины. До Днепропетровской области 1 миллион пудов. Одесской области 800 тысяч пудов. Харьковской области 300 тысяч пудов. Резерв 200 тысяч пудов. Отгрузку начать немедля. И подобных решений была масса. О помощи голодающим колхозникам, единоличникам, о выделении зерновых суд и так далее. Как только в августе 1932 года до Сталина дошло письмо Ураза Исаева, сразу же в течение нескольких дней было написано постановление о помощи Казахстану. Отправили 32 тысячи тонн продовольственной помощи. Была предоставлена семенная суда. Освободили от заготовок и даже допустили использование скота для единоличного хозяйства. Кто-то скажет, что Сталин дал отмашку и такую гуманитарную помощь, а дальше сами разбирайтесь. Вовсе нет. Сталин продолжал помогать голодающему населению. Полгода спустя ЦК постановило отпустить 8 тысяч тонн ржи и 16 тысяч тонн проса. Это было в марте. В июле выделяется 6 тысяч тонн хлеба, через год выделяется 15 тысяч тонн пшеницы, 167 тысяч тонн ячменя, 500 тысяч тонн овса. И затем почти каждый последующий год, пока не прекратились даже малейшие признаки голода, пока не встало на ноги казахстанское хозяйство, вагонами отправлялась помощь в Казахстан. Более того, на экране вы видите постановление Совнаркома о закупке в 1933 году десятков тысяч голов скота для помощи Казахстану. Все виновные из руководства Украины и Казахстана в конце концов понесли наказание. По итогу и Кассиор, и Голощокин были публично осуждены, а затем расстреляны. Прочувствуйте! Кажется, именно так должен выглядеть геноцид. Но тут некоторые спросят, а зачем тогда на той же Украине большевики выставили кордоны и никого не выпускали из голодных районов? Элементарно, Ватсон. Практика показала, что голодающие, убегающие из своих сел, чаще умирали от голода на дорогах, ну или же пополняли число асоциальных элементов в городах. Потому что тем же, кто остался на селе, прибывали продукты и медпомощь. А как ты будешь помогать людям, которые поодиночке, как тараканы, разбегаются во все стороны? В Казахстане, как я уже говорил, также большинство умерших приходится на откочевавших, так как им попросту было сложно оказать своевременную помощь. После этого мне очень интересно наблюдать за некоторыми высказываниями, например, казахстанских националистов. До сих пор поражаюсь. Людей, которые считают ошаршлык, то есть массовый голод, умышленным действием советов в Казахстане меньшинство. Это меня глубоко печалит. А может быть так происходит, потому что в народе Казахстана, несмотря на всю антисоветскую пропаганду, все еще живет память о том, что советская власть вообще-то помогала в голод, а затем отстраивала и развивала их страну? Забавно, что внедрение и продвижение самого термина «голодомор» произошло отнюдь не в СССР. Его не придумывали украинцы или казахи. Еще в середине 30-х Геббельс начинает активно педалировать тему голода в СССР. В речи 1935 года «Коммунизм без маски» он ссылается почему-то на кардинала архиепископа австрийского и какие-то аморфные советские документы, заявляя о 3-6 миллионах жертв голода 1932-1933 годов. Но даже после поражения нацизма дело Геббельса не было забыто. Тут надо отдать должное Роберту Конквисту, бывшему работнику информационного исследовательского отдела в Великобритании. Это учреждение, которое специализировалось на антикоммунистической пропаганде, в том числе, как бы сейчас сказали, на производстве информационных фейков. Конквист писал книжки по запросам спецслужб и прочих связанных организаций. Он же на деньги организации украинских националистов написал книжку «Жатва скорби». А в 1986 году материалы этой книги легли в основу проспонсированного той же ОУН фильма «Жатва отчаяния». И основа мифологии Голодомора была сформулирована именно Конквистом, а затем благополучно легла на почву нашей перестроечной и постперестроечной пропаганды. А потом уже и в США создают комиссию во главе с Джеймсом Мэйсом, которая признает и Голодомор, и геноцид, и все остальное прочее. Но даже исходя из того, что мы осветили сегодня в ролике, понятно, что ни о каком геноциде речи идти не могло. Трагедия, вне всякого сомнения, но не геноцид. Но все эти мифы активно внедряются на уровне пропаганды, транслируются через СМИ, оседают в школьных учебниках, становятся фактором международной политики. Для чего все это делается? Ну, причина первая и достаточно очевидная – это создать дополнительный фактор давления на международной арене, на Россию. Но есть и другая причина, еще более масштабная. Распуская небылицы о голоде 30-х годов, олигархические власти Украины и Казахстана пытаются сохранить свое положение. В странах неравенство, нищета, коррупция. По приказу Назарбаева в Жаназе не расстреливают рабочих, подавляют профсоюзы. Не беда, вы, главное, к коммунизму не обращайтесь. Что, вы думали, что коммунизм – это равенство, демократия, изобилие? А вот и нет. Посмотрите-ка, коммунисты же ваших предков-то голодом морили. То, что это было на самом деле не так, и то, что коммунисты отстраивали больницы, школы, заводы в Казахстане и Украине, модернизировали сельское хозяйство. Зачем это вспоминать? Нас с вами, русских, украинцев, казахов, натравливают друг на друга, нас разделяют, чтобы нами было легче управлять. А следом вырастают всякого рода Леши Шевцовы, которые на полном серьезе верят в эти мифы и распространяют их дальше, по цепочке. Но, уважаемые украинцы, казахи, русские, давайте не будем делать из себя баранов. Изучайте факты, а не мифы. И когда официальная пропаганда льет вам в уши, учитесь понимать, для чего это делается и кому это выгодно. Я же хочу выразить благодарность товарищам казахам из движения «Рабочее решение» за помощь в работе над видео. С вами был канал «Вестник Буря». Подписывайтесь, ставьте палец вверх, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики, пишите комментарии, распространяйте видео среди знакомых и друзей, читайте книги по теме, в первую очередь, мифологию Голодомора, на которую я не раз сегодня ссылался, ссылки оставлю в описании. И помните, что исторические мифы порой создаются не по ошибке и не по глупости, за ними стоят конкретные политические мотивы. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова